Девушки отдыхают Вот он, понедельник, но ничего, и тоже для вас будет, достанет этот день Конечно, ну, может быть, знаешь, есть те, кто работает два через два И у него, например, сегодня первый рабочий, завтра второй Он говорит, мне вообще пятница как-то ничем не радует Но на самом деле все же зависит от нашего с вами отношения К тому же выходные у нас будут супер насыщенные И мы сегодня в течение эфира будем вам рассказывать, как же здорово можно провести в ближайшие дни У нас, правда, для вас очень много предложений Мне вообще кажется, что наш сегодняшний выпуск, он исключительно анонсовый Такой предпраздничный Чтобы вы все знали, чтобы вы знали, как спланировать все свои дни Чтобы просто дома не сидели Погода на самом деле даже позволяет, прогноз погоды обещает в эти выходные Солнышко, уверенный плюс Как будто бабье лето вернулось Знаешь, как есть, открывается второе дыхание Мне кажется, это уже какой-то третий Не знаю, в общем, будет хорошо, приятно, солнечно А главное, будет чем заняться Обо всем об этом сегодня в течение эфира Сегодня в течение всего эфира мы будем приглашать вас на всевозможные мероприятия Потому что их действительно много во всех Ну не так, чтобы во всех, но во многих Практически, я так сказал, во всех наших городах и селах Да, так что приезжайте Ваша задача только выбрать, куда вы хотите приехать, что хотите посетить Вообще лучший вариант это везде по чуть-чуть, знаешь Ну честно, столько событий, причем в разных уголках Приднестровья Что нужно либо какой-то маршрут себе сформировать Либо, отрывая от сердца, выбирать Вот знаешь, когда хочу и туда, и туда, и туда, но нужно что-то будет выбирать А если, знаешь, вся семья хочет отправиться И кто-то хочет поехать в одно место, кто-то в другое место Вот так вот семейные конфликты случаются Идите на компромисс, но главное отдыхайте с удовольствием Ну действительно, завтра день рождения столицы, да, 231 год исполнится Тирасполю Но, мне кажется, 14 октября это вообще самый праздничный день в республике по количеству именинников Потому что завтра храмовые праздники отмечают многие села Приднестровья Мы позже поговорим о Чобручах Там вообще 450 лет большой юбилей у нас будет в студии глава села Я просто тут честно, я боюсь кого-то не упомянуть Потому что там огромный список сел Тут и Роги, и Дзержинская, и Браштяны, Гараба, Севериновка, Рашков Тут мама дорогая, сколько праздников в разных селах Приднестровья Все Приднестровье будет гудеть Отмечать, гулять, суббота, да На следующий день можно спокойно отоспаться, отдохнуть в воскресенье Поэтому, правда, завтра, ну точно стоит составить себе какой-нибудь праздничный маршрут И отправиться вот куда вам хочется праздники просто на любой вкус Но все-таки по старшинству, так сказать, да Ну начнем со столицы, по статусу положено Поэтому, конечно, будем говорить сначала про Тирасполь Праздники в основном пройдут в Екатерининском парке Но мы перед тем, как тоже будем обсуждать сам праздник Мы решили так это взбодриться опросом, связанным с Тирасполь Вот Влад как раз этим и занимался Да, я отправился на улицы города Показывал фотографии каких-то мест в городе Тирасполь И на фотошопе выбирал что-то Какую-то часть, да? Какую-то часть, да Тираспольщане должны были угадать, чего не хватает Насколько они внимательны, когда гуляют по городу И вот сейчас тоже для тебя небольшой тест-драйв Две фотографии для тебя, что ты тираспольщанка Часто гуляешь Ну давай, давай, давай Итак, давайте посмотрим первую фотографию Чего не хватает здесь на этой фотографии? Охранников, гренадеров Гренадеров, да Совершенно верно, гренадеров не хватает Вот они родненькие Вот так сразу все стало на свои места Гренадеры встали на свои места Нет, я заранее фотографии не видела Это все честно Но это такие, знаете, места в столице, которые, конечно, многие любят, знают Следующая фотография Еще одно излюбленное место Чего не хватает на этой фотографии? А вот здесь что-то мне стало сложнее Здрасте, здрасте Я, ты знаешь, как будто бы, как будто бы не вижу входа Дверь, или мне так просто кажется на фотографии Как будто дверей не хватает Дверей? Сколько дверей не хватает? Ну, получается, сколько там? Три вот эти вот в трех пролетах, получается, должны быть двери Куда, собственно, ты заходишь в здание театра Ну-ка, давайте все вместе зайдем в этот театр Да, совершенно верно Я бы еще сказала, что не хватает Данка с горящим сердцем Когда-то это изображение было на здании театра Но потом после реконструкции Там получается сейчас такая, да, летая белая полоса Но мне очень нравилось это изображение Данка И мне кажется, многие его помнят Ну и хотели бы, чтобы Данка туда вернула Я так поняла, что там было очень сложно Как-то вот реконструировать именно эту часть Да, совершенно верно Ну, сейчас давайте посмотрим на то, как отвечали Так ли успешно угадывали терраспольчане Да, там, естественно, будут другие фотографии У вас тоже есть возможность проверить себя Насколько вы внимательные, когда гуляете по городу? Часто гуляете? Угу И давайте вот первую посмотрим, чего не хватает здесь? Тут не хватает... Что, часов? У тебя очень умный молодой человек? Да Там шпиль этот, звезда или что там Но мы только в контуре картиночки Чего не хватает? А так тут вот эти вот еще наши предмистравовские флаги Нет, нет, не про это А про что еще? Ленин Выше дома советов Часы Совершенно верно Да, есть Давай я подскажу Вот прям вот здесь Вот что здесь Может находиться? Не знаю, не знаю Что-то там может быть находиться Давай подсказки тебе Герб либо часы? Наверное, наверное, все-таки герб Муап, 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 муап И здесь часы Часы? Я вот здесь никогда не гулял или гулял Насколько хорошо знаете Тирасполь? Ну, я живу здесь с 65-го года С 65-го года Вот скажите, чего здесь не хватает? Часов Совершенно верно Картинка Чего не хватает здесь? Название? Мы просто в этом районе редко гуляем Название? Нет, Елена Елена? Елена? Здесь даже название Вот есть Почему? Все, Елена везде есть По-моему, сверху По-моему, сверху чего не хватает? Не знаю Какой-то вывески, например Что там должно быть на вывеске написано? Не знаю Нет, не вывески Но сверху, да Что? Карнизы? Нет? Нет 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 Надпись какая-то была Елена Елена осталась Все так же по-прежнему В общем, к этому сооружению Прикрепили Построили еще одно сооружение Которое появилось в 1953 году Вот что добавилось? Чего здесь не хватает? Может, крыша какой-то? Крыша Узнаете это место? Это Елена-магазин А тут еще вот это была такая смотровая какая-то Да Совершенно верно Чего здесь не хватает? Башенки вот этой Совершенно верно Да, да Ее сделали, кстати, 70 лет назад Давай тебе ту картинку, которую ты точно знаешь Вот эту Знаешь это место? Нет Итак, где? Чего не хватает? Давай я тебе сразу подскажу Не хватает что-то у памятника У памятника Да Наверное, этот меч Да Да, оружие Оружие Молодец Откуда ты у нас? Ты подглядывал? Нет Нет Кстати, помните, в каком году памятник поставили? Где-то в 70-х Да, почти Да, 1979 год Ну, вот я помню А что же еще тут было? Давайте посмотрим на памятник А ну там, пока солнце светит, не сильно видно Ты подглядываешь? Ты в школе списывал? Да Да, тут что-то не видно Бензол Меча нету Меча нету Совершенно верно Посмотрели Посмотрели, но ничего не обнаружили Что должно быть у полководца? А помните то время, когда его не было? Конечно помню Я помню, как здесь не было еще ничего вообще И елку ставили в центре города И как мы с этих ступенек зимой катались на санках Счастливое детство А это мы все делаем в честь Дня города Тирасполя Будущего Что хотите пожелать всем тираспольщанам? Здоровья и мира Ну а сейчас давайте к анонсам Уже непосредственно с завтрашнего дня Про Тирасполя мы скажем чуть позже В сюжете, да А сейчас перенесемся, как вы думаете, куда? В Бендеры Да, Бендеры тоже будут праздновать Только немножко по-другому Не в честь до рождения Тирасполя Просто так, потому что Просто в Бендерах это обычная суббота Да Почему не сделать праздник? В Бендерах каждую субботу праздник Фактически, ну или воскресенье Обязательно какой-нибудь фестиваль добудет Ну в общем сейчас примерно та же ситуация происходит Как я и говорил, что в Бендерах Очень много становится площадок, где можно отдыхать Это раньше была там площадь, только потом площадь и Бендерская крепость Сейчас площадь и Бендерская крепость и набережная Да Сейчас там тоже, в общем, каждый уголок Бендер Ну Бендеры, конечно, за последние лет 5-7 это просто вот они настолько стали круче Преображение Преображение, да, полное случилось Ну в общем, идем в родненькую нашу Бендерскую крепость, если хотим погулять на очередном фестивале Мы отметим несколько таких интересных событий, которые там будут, такие фрагменты праздников Смотрите, там будет живая фотозона Можно будет сфотографироваться с телятами и коровами Ну с коровами, конечно, она, мне кажется, может и хвостом выдать, знаешь, если ты ей не понравишься А вот с телятами это милое дело Если ты теленка будешь обижать, то корова точно тебе Точно, да Поэтому нужно все аккуратненько Но мне кажется, дети особенно будут в восторге Да и взрослые Телята, это же милота совершенно Погладить, рядышком так постоять Такой контактный зоопарк на свежем воздухе Под открытым небом, это прекрасно Естественно, будут готовить Там много всего будет вкусного Будет розыгрыш призов То есть тоже, причем он будет, как в афише упомянуто Розыгрыш вкусных подарков То есть я так понимаю, что-то съедобное там будет разыгрываться Соответственно, можно будет То есть голодным точно не уйдете И там поедите и домой унесете, знаете Естественно, будет и концертная программа Ну, в частности, будут выступать наши джазмены Либерти В общем, знаете, в лучших традициях фестивалей в Бендерской крепости Музыкально, сытно, вкусно, с хорошим настроением Ну и с всякими разными развлекательными программами Ну вот мы вот отметили, допустим, вот эту живую фотозону Мне кажется, это здорово И это уже первая загвоздка Придется выбирать, куда вы хотите отправиться Ну, знаешь, если в Террасполе и в Бендерах В принципе, можно успеть и туда, и туда Расстояние небольшое Полдня там, полдня там Потому что и празднование в Террасполе, и в Бендерах Вот фестиваль в крепости Они будут в течение всего дня Там с утра и до вечера Поэтому в целом можно, конечно, выбрать Но это уже вам решать Мы про Бендеры рассказали Сейчас расскажем все-таки про Террасполь Естественно, завтра столица отмечает день рождения И после открытия Екатеринского парка Все праздники проходят именно там То же самое случится и завтра С утра до позднего вечера Развлечения на любой вкус Какие именно, расскажем в нашем сюжете 231. Столько лет исполняется Террасполе Об этом говорит и огромная цифра на площади Суворова Уже завтра с 8 утра до 11 вечера Центр столицы заполнится ремесленниками Творческими коллективами и спортсменами Будет ярко, громко и празднично Сам праздник 14 октября Мероприятия начнутся традиционно С возложения цветов на мемориале воинской славы В 8.15 В 9 часов в сквере городского дворца культуры Пройдет божественная литургия В честь 225-летия Покровского храма города Террасполя На этой сцене в 11 утра начнется праздник винограда Подворья, выставки и народные песни А виноградарей со всего Приднестровья покажут свой лучший урожай Можно будет и попробовать, и купить Откроет сладкий праздник зажигательная ватра Вдоль аллеи у фонтанов развернется город талантов Можно купить себе подарок ручной работы от ремесленников Мастер-классы тоже будут Для любителей спорта с утра мини-турнир по бейсболу Мастер-классы по волейболу, бадминтону и теннису Играют все Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, расписанные, самодельные, ретро и современные Более 150 эксклюзивных авто В час дня на пляже Сократа, это за мостом, соберутся любители техники со всего Приднестровья и Молдовы Такого масштаба авто-мото-фестиваль у нас впервые Будет и мастер-класс по аэрографии Это роспись авто Здесь же мотоциклисты закроют сезон Ну, такое зрелище точно пропускать нельзя Кстати, мост будет открыт, так что ждут всех желающих Крокодил Гена, кот Матроскин, Мишки Тедди На сцене Екатерининского парка соберутся 25 сказочных героев И на время заберут в сказку Целых три часа шоу ростовых кукол Игры и представления Познакомиться с любимыми персонажами можно будет в три часа дня Поехали дальше Вместо подиума мост у поющего фонтана Готовьте кожные куртки, чтобы поддержать рокерский дресс-код Фэшн-шоу и показ мод от приднестровских дизайнеров А еще дефиле, яркий макияж и крутые образы от столичной школы моделинга Подхватит настроение группы рок-портала Бас-гитары, ударные клавишные Мощь рока и легендарные песни от приднестровских музыкантов Будут и авторские хиты Завершится праздник дискотекой и световым шоу от коллектива Ом Рам А мы продолжаем говорить о событиях завтрашнего дня И хотим пригласить вас непосредственно уже в Чобручье Да, ведь завтра не только столица отмечает свой день рождения Свои храмовые праздники отмечают во многих селах республики Но о Чобручье завтра исполнится 450 лет И об этом красивом юбилее мы будем говорить с главой села сегодня в нашей студии Виталий Цуркан Доброе вам утро Доброе утро Виталий Алексеевич, ну с наступающим праздником Спасибо К празднику все готово К празднику практически все готово Но как и у любого хозяина, у любого хорошего праздника, у любой свадьбы У любой, скажем, по-молдавской голожи Всегда где-то есть небольшие недочеты Кого-то забыли пригласить из друзей, из людей, которым мы бы хотели видеть в Чобручье Но штрихи такие мелкие, но в основном на 99% мы готовы Все готово Получается в один день вот со столицей праздник В каком-то смысле конкуренция Но мне кажется, Чобручи могут ее выдержать Да, столицу нашей не повезло, к сожалению, что храмовый праздник совпадает То есть вы всех заберете к себе уже Да, ну всех, не всех, но самых достойных по-любому Мы все понимаем, что конкурировать со столицей мы не можем Но то, что мы можем, мы делаем так, чтобы люди видели, что мы не делаем любой праздник Ну так, для галочки, знаете Для галочки, да, спустя рукава К любому празднику мы относимся с пониманием и с таким воодушевлением Потому что не каждому доверят провести или районный какой-то фестиваль Или даже республиканский фестиваль, который у нас проходит регулярно в парке имени Родина Ну место такое Да, это правда Ну и сейчас основные мероприятия, основной праздник будет как раз вот в парке Родина Приятное место во всех отношениях Мне кажется, сюда просто приезжают погулять, да Потому что сейчас еще после реконструкции парк Ну площадка фантастическая и для праздников, и для того, чтобы просто свежим воздухом подышать Ну давайте мы немножко проанонсируем, ну что будет на празднике Что будет на празднике? Ну праздник начинается в 10 часов утра Это районный фестиваль народных ремесел и традиций Ну так он называется, традиции предков 21 век Это будут выступления многих домов культуры Это ремесленники, кто хорошо плетет корзины, кто красиво делает вот эти рушники Многие-многие умельцы, которые все, что сделано своими руками Потому что очень немногие люди же устали от такого, скажем, такого, как сказать правильно Абстрактного такого-то расы Ну конвейера, знаете, такое, да, фабричное Должен быть штучный товар, пусть он чуть-чуть стоит дороже Даже его купить, и можно будет опять же на этой выставке, я на этой площадке Можно купить, и это как хорошо и для людей, которые этим вопросом занимаются Потому что они, опять же, должны покупать эти все материалы, которые все, что нужно для работы Да даже приехать на эту выставку, это опять же, надо приложить немало усилий Потому что это мы понимаем, это транспорт, бензин, это... Ну и, собственно, своими руками сделано Поэтому покупаем Приднестровское, поддерживаем наших мастеров Они у нас действительно есть, ну просто потрясающие вещи И это то, что может передаваться, ну вот прям как семейная такая реликвия Это все вот как раз на таких фестивалях, на таких праздниках Это всегда, ну вот что-то такое особенное, что ты нигде больше не найдешь Это вот про нас, про Приднестровье А вы сказали, что будут выступающие, я понимаю, Аврамов и Евгений будут у вас выступающие Да, будут у нас все наши, скажем так, ну громко сказать звезды Но известные люди, которые... это и Евгений Аврамов, и Парусник, и все И очень много наших молодых исполнителей Мы больше делаем в этом году акцент на молодых исполнителей Потому что площадка Дома культуры является тем местом, где можно Можно, ну как бы не грубо звучало, обкатывать каждый голос, каждый Потому что у нас есть чем гордиться и взрослыми исполнителями, и детьми в том числе То есть вы готовите еще таких же, как Женя? Да, конечно Конечно, нет Но, кстати, Евгений же написал и гимн, такое признание в любви родным Чобручам И он там, вот мы немножко с вами за кадром обсуждали, назвал Чобручи городом Ну, говорю, я же вам и за кадром сказал, и говорю и сейчас Чтобы не переписывать, когда Чобручи станет городом Ну, чтобы Евгения не мучить, лучше сразу путь будет город Потому что мы растем, и я думаю, конечно, до таких масштабов, как Тирасполь, нет, но... Но звание города, да, но это же очень приятно Это вот про любовь, когда ты даже чуть-чуть больше, чем, может быть, есть на самом деле, говоришь Но это вот настолько про любовь к своему родному месту Вот так оно и должно быть Кстати, там Женя же в Тельняшке Мы посмотрим еще клип сегодня обязательно В Тельняшечке Ну, почему жители Чобручи это называют? Это же моряками там все Есть много версий, почему Но одни из самых главных, что Когда еще в Советском Союзе в 67-м или 68-м году весь призыв Которые, ну, раньше, сейчас уходят в армию весной, к примеру, 15-17 И мальчишек, а осенью, ну, примерно так же А тогда уходило в армию весной и осенью в пределах 150 человек И весь вот этот призыв, ну, который весенний призыв, весь ушел в морфлот И потом, когда, конечно, они приходили через три года службы, они приходили все в Тельняшках А, откуда? Чобрыски? А, моряки, все понятно Второй вариант Если посмотреть карту, ну, Советского Союза, скажем, нашего региона Обозначение всех портов, речных, морских Обозначался якорь Если якорь там маленький, значит, там суда заходят водоизмещением до, ну, грубо, до тысячи тонн Если больше якорь, ну, как Одесса У нас почему-то якорь был больше, чем в Одесском порту Это тоже по любви Да, два варианта Ну, хорошо, да Ну, прекрасно, разобрались тоже с этим Ну, если еще про воду, так сказать, уже в ту степь говорить Конечно, в Чобрычах эти перекаты замечательные, такой водопад свой В принципе, это место и так было излюбленным Туда и так отправлялись, все смотрели, получали от этого удовольствия Сейчас появилась еще и смотровая площадка Но, мне кажется, самое такое романтическое место в Приднестровье практически Ну, скоро нужно будет очередь ждать, знаешь, за кем мы тут романтикой будем заниматься? Есть что-то такое? Наблюдаете? Такой прилив популярности очередной Конечно, наблюдаем Ну, площадка это одно Но это место Мы же сейчас за счет средств нашего местного бюджета Мы изготовили 4 беседки 6 на 3 с крышей, с Камышовой Все, все, все Сейчас заканчиваем вопросы с храмовым праздником После правоохрамового праздника начинаем устанавливать в районе, опять же, в районе водопада этих наших перекатов, эти 4 беседки Если вы, ну, вы все знаете, там весной 26 марта было высажено в пределах 4000 деревьев прямо перед водопадом Мы стараемся, конечно, ухаживать за этими делами, ну, вы понимаете, там почти 7 гектар и силами одного-двух озеленителей, конечно, сельских мы не успеваем Я хочу вот призвать людей, которые приезжают и фотографироваться, где-то хотя бы не оставлять за собой мусор Но если где-то еще помочь нам с какими-то там вопросами Просто я не то, что, может, и частные лица, а есть и организации, которые хотят провести, вот, скажем, такую пятницу после работы Они хотят, ну, до обеда поработать, а вот думают, где бы это приложить, и сил, а потом, конечно, и посидеть на берегу в хорошей компании Вот, я говорю с открытой душой, мы вас встретим и примем, и спать уложим, если надо Слушайте, приезжайте в Чобруч, и там, во-первых, видите, можно, ну, активно так это потрудиться во благо Это тоже всегда же приятно, а потом уже на расчищенном, на прекрасном месте отдохнуть с потрясающими видами Да, поэтому сколько есть планов, да, почему нужно поехать в Чобруч, да, сколько мест? Кстати, какое ваше место любимое в Чобручах? Ну, мое место, конечно, водопад, но там постоянно много приезжих, приезжих У нас есть вот, у нас есть остров По наехали, получается Да, нет, нет, гостям мы всегда рады, да Опять же, есть, ну, еще, я родился и вырос в Чобручах, родился и живу И у нас есть остров, так называемый, действительно остров Я там с детства с отцом ходил на рыбалку, и вот мое любимое место там И потому что там такая коса, и там очень вода, вот как пляж такой, пологий-пологий И спокойно можно ехать с детьми, с внуками и там отдыхать То есть приключение Гикельберифина, это про вас было? Ну, почти Как тоже, да, сколько вот таких мест интересных, да, которые, наверное, в основном знают местные Вот где такие вот, как вот вы сейчас назвали, да, где остров Про местные не согласен, потому что Это уже место все знают Да, эти места все знают, потому что мы же и там устанавливаем эти беседки Да, да, тут уже дальше Мы же видим, если место, скажем так, намоленное, да, вы понимаете, о чем я говорю? Мы там устанавливаем, потому что просто установить эту беседку хорошую с мангалами, со столом Где-то, ну, это неправильно Вот если место, мы видим, что это место, где люди приезжают Вот наши, не только сельские Нет, да, все, да, ездят Да, все знают, что лучше рыбацкого места, чем в Щебручах и Невизориталовке Вообще в нашей части это нету Заранее люди приезжают и с Каменки, и с Рыбницы, с палатками Все, и уже звонят своим друзьям-кумовям Вот мы сегодня уезжаем, потому что вы приезжайте, потому что завтра уже место займут Уже дождетесь после 14 октября Но мне кажется, это очень правильный подход Когда люди сами уже протоптали эту тропу Но так, чтобы для них, да, все это в итоге Да, тогда еще больше это место, конечно, привлекает внимание Что еще хочется сказать? На днях президент Вадим Красносельский был с рабочим визитом в Слободейском районе В том числе был в Щебручах и посещал центр для детей с инвалидностью И я так понимаю, принято решение обновить котельную И сейчас тоже вы занимаетесь этим вопросом Центр для детей с ограниченными возможностями Котельную мы уже сделали Есть, знаете, вопрос есть в чем У нас мы собираем со всего Слободейского района детей до 18 лет После 18 лет у нас уже это здание не приспособлено Вот задача сейчас, чтобы отремонтировать тот корпус, где мы будем размещать детей Ну, детей от 18 до 30 лет Потому что это очень большая проблема даже не для Слободейского района А для всего Приднестровья, да, в целом И я считаю, что со временем этот центр надо переводить на круглосуточное проживание детей Потому что, ну это мое мнение Потому что мы сейчас собираем по Слободейскому району, да Каждое утро мы их собираем, каждый вечер мы их развозим по домам Да, чтобы вы понимали, для родителей это такое облегчение Они могут хотя бы выйти уже на полдня, выйти на работу, если не на полный рабочий день А со взрослыми детьми, опять же, чем взрослее ребенок, тем проблем больше Конечно, я честно вам скажу, я не знала, что такой центр есть в Чобручах И это, конечно, невероятно важно Потому что, правда, мне кажется, семьи, которые сталкиваются с такой жизненной ситуацией У кого появляется ребенок с ограниченными возможностями Получается, один родитель, как минимум, да, он просто не может работать Потому что нужно постоянно ухаживать А здесь есть возможность И, во-первых, они вместе общаются, да, с ними профессиональные люди работают Очень, конечно, это важная работа И, получается, для детей со всего Слободейского района, это не только Чобручи Да, это только для детей Слободейского района и Днестровска Есть у нас ребенок, который из Днестровска Но, понимаете, он же не образовался не на пустом месте, этот центр Он находился раньше в Карагаше У нас в Чобручевке была школа-интернат Но школа-интернат, они были под Министерством социального защиты и труду И, ну, когда расформировали эту школу Стал вопрос, что делать с зданием Что делать, потому что, вы знаете, если там нет здания, нет хозяина, нету Три-четыре года, и там превращается, как минимум, в несанкционированную свалку Посоветовавшись с районным руководством, мы решили перетянуть Вот, потому что в Карагаше, ну, там условия были, не дай бог И мы, этот центр, который был, находился в Карагаше Они там в одном здании находились И семь или восемь учреждений, ну, вы понимаете Это бывшее здание, где учили на механизаторах В Карагаше, профтехучилище, скажем так И вот мы два года назад перетянули уже Это уже подошло от Минсоца уже к нашему, ну, к нашему Слободзейскому руну Ну, и уже мы вкладываем, район уже вкладывает и республиканский бюджет И уже районный бюджет, мы уже вкладываем деньги в необходимость Потому что котельная топилась на угле Понимаете, 21 век, и это единственная котельная Которая, ну, было принято, главой района было принято решение Все переводим на газ, строим новую котельную Ну, вот построили, уже готово Ну, все, замечательно, благое дело Пусть только все в этом отношении, конечно, развивается Ну что, мы еще раз и еще раз приглашаем в Чобручи И просто погулять, посмотреть, и парк Родина замечательный И вот водопады, перекаты тоже Получайте просто удовольствие от того, что вы видите, дышите этим воздухом замечательным Ну, и, конечно, на праздник приглашаем Суббота, погода, я так понимаю, вы договорились С погодой мы договорились Все, приезжайте Я знаю, у нас и так приезжает много гостей Но гостей много не бывает Как у хорошего, нормального Молдавана Дом всегда должен был быть полными гостями И я вас приглашаю всех в субботу У нас будет организованное питание Спокойно, кто что хочет Кто хочет гречку, кто хочет покупать себе шашлычок На праздники все как положено Вот на наших приднестровских хороших праздниках И вкусно, и музыка здесь будет И для детей будут и батуты, и сладкая вата И все, 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 что детям интересно И взрослым тоже Да, то есть дети себе отдельно занимаются Да, найдут чем заняться Да, и родители тоже отдыхают, получают удовольствие Да, мы еще готовим сейчас У нас же есть Лебединый дворец Мы его отреставрировали, красивый Сейчас открываем Не успели, говорю честно Мы не успели к празднику Потому что в Лебедином дворце Мы хотим открыть и хорошее детское И взрослое тематическое кафе Которое, оно находится в таком месте Чтобы когда родители Ну, уже осень, понятно, осень, да Но когда с весны до самой поздней осени Родители приезжают с детьми Дети, дети, мороженое Женщина Родители приезжают Как в известном нашем фильме Вот, ну замечательно Приезжайте, приглашаем с большим удовольствием Я так понимаю, что можно просто с утра приехать в Чебручи И там уже вечером, как получится Добавляться Мы сейчас готовим гостевые дома Готовим Мы как бы идем в ногу со временем Не только, что нам ставят такие задачи Я сам понимаю, что человек должен приехать Приехать Да, у нас есть три очень больших ресторана Каких хотите кухонь Без никаких вопросов От 20 мест до 180 мест Есть, но вот это кафе Которое будет находиться в парке Оно и будет, ну, как бы недалеко У нас в Чебручках все находится, как бы, сделано по-умному Руководители, которые были Стояли на том, чтобы все было И стадион, все в шаговой доступности Да, и стадион, и парк, и дом культуры И спортшкола одна, и спортивная школа другая И все, 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 что было Спокойненько пройти магазин Ну, это центр, магазины есть Дорога на водопад отличная Что еще нужно? Да, ну вот гостевые дома еще появятся Да, можно будет так, чтобы приехать И максимально расслабиться, отдохнуть Да, на два дня Машину оставил себе Конечно, и получаешь удовольствие по полной программе Приглашаем с удовольствием Напомним, мы говорили о предстоящем празднике в Чебручах В принципе, говорили про это замечательное село В нашей студии сегодня глава Чебруча Виталий Цуркан Поздравляем вас еще раз с наступающим праздником Ну, раз мы уже заговорили, конечно, про гимн, да, Чебруч Давайте на этом и завершим Послушаем прекрасную песню Евгения Аврамова Это же наше такое признание в любви Чебруча Да, спасибо, приезжайте в гости И у нас безопасный город работает Вот Спокойненько, не мусорите Машины где оставили, там и заберете С колесами все как оставляете, так и забираете Все у нас безопасно Но мусор отдельно Все правильно Спасибо У берега известной вам реки Процветает город Чебручи Все знают, что живут там моряки Эй, портовый город Чебручи Чебручи Мы приглашаем в город Чебручи И не забудешь никогда Чебручи Чебручи Свою морячку я нашел Чебручи Навеки стал родным простор Чебручи Бывает, что уеду иногда Мне снятся только Чебручи Всегда Что Рига Что Металин Что мне Русь Все равно я в Чебручи вернусь Чебручи Мы приглашаем в город Чебручи И не забудешь никогда Чебручи 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 Свою морячку я нашел Чебручи Навеки стал родным простор Чебручи Хоть моря и не видел никогда Тельняшку надеваю я всегда По Чебручьям пройдусь я словно гусь И докажу, что морю пригожусь Чебручи Мы приглашаем в город Чебручи И не забудешь никогда Чебручи Чебручи Свою морячку я нашел Чебручи Навеки стал родным простор Чебручи Кто хоть раз выпил воду из Днестра Отсюда не уедет никогда Здесь женится, построит тут же дом И Чебручским он станет моряком Чебручи Мы приглашаем в город Чебручи И не забудешь никогда Чебручи Чебручи Свою морячку я нашел Чебручи Навеки стал родным простор Чебручи Женя Аврамов Женя Аврамов, конечно, умеет создавать настроение Сейчас прозвучало его признание в любви родным Чебручем Отметим, завтра селу исполнится 450 лет И в целом завтрашний день Это, во-первых, большой церковный праздник Покрова Пресвятой Богоматери И именно в этот день у многих сел и у столицы нашей республики Дни рождения Ну и храмовые праздники, соответственно Такой особенный день, мне кажется, для всего Приднестровья И вот такая есть еще и церковная связь с этим днем В общем, день, правда, особенный Ну а мы продолжаем вас приглашать еще на праздники Они не заканчиваются Да, мы уже приглашали Биндерскую крепость И про Террасполе мы тоже рассказали Что будет происходить Про Чебручи рассказали Подробненько тоже все оповестили Это все в один день Это все 14 октября Что делать? Что делать, если хочется попасть на все сразу мероприятия? Не знаю, надо будет выбирать Ну вот приятно, что, например, в воскресенье В принципе, событий поменьше Поэтому там уже не придется буквально, знаешь, соревноваться с самим собой Да, и спорить, куда же мне поехать Вот 15 октября тоже есть интересное событие О нем тоже хочется рассказать Это бега орловских рысаков Ну то есть лошадей, чтобы вы понимали Кто это такие, если вы вдруг не знаете Я только такое видел в фильмах Читал в книжках И все, вживую ни разу не видел Это на самом деле как будто бы интересно Ну, орловские рысаки, мне кажется, тут сразу вспоминается история Да, это времена Екатерины Как раз вот граф Орлов Фаворит Екатерины Второй Именно он, во-первых, он был большим любителем лошадей, скакунов И вот он выводил эту породу лошадей Они, конечно, супервыносливые, быстрые То есть, ну это такие прям, ух, скакуны И поэтому бега тоже будут, ну, наверное, с такой приставкой Ух, как зрелищно и здорово В Малаештах есть свой ипподром То есть там действительно это на таком уровне хорошем все поддерживается И, в принципе, такие бега не впервые происходят в Приднестровье Но, насколько я знаю, в таких масштабах В первый раз В первый раз, да Будут участники из Приднестровья, из Молдовы, из Гагаузии Все, естественно, со своими конями На конях же и приедут Да С повозками Вот, да Там просто не только, ну, забег именно с повозками будет То есть это прям зрелищно, суперзрелищно Во-первых, это событие все-таки редкое, согласитесь Ну, нечасто такое у нас здесь увидишь Поэтому мы приглашаем вас с большим удовольствием в Малаештах 30 участников, ну, получается 30 коней и 30 наездников Вот, все они будут соревноваться Приезжайте, с 11 часов все это дело начинается Открыто, совершенно бесплатный вход Просто приходите, смотрите Ну, мне кажется, это будет суперзрелищно Почему-то приходят, как будто бы греческие заезды были, знаешь С повозками Да, на колесницах На колесницах, да Ну, примерно так Там были шипы, чтобы обгонять Ну, здесь все будет безопасно Не тот уже век Но адреналин все-таки будет, я думаю, на таких забегах по-другому никак Поэтому, конечно, приглашаем с большим удовольствием Слушай, ну, боишься же просто что-то пропустить, понимаешь Так много событий Хочется, знаешь, как у Гермиона Грейнджера в «Гарри Поттере» У нее был маховик времени Она могла одновременно быть в разных местах Вот сейчас, мне кажется, для преднестровцев тоже не помешал бы такой маховик времени Чтобы успеть попасть на все праздники, которые будут на ближайших выходных Это вам поможет только четкое расписание всего дня Тайм-менеджмент, знаешь, по-современному И автомобили вам в помощь Друзья с автомобилем, пожалуйста, и вперед вы отправитесь, успеете на все мероприятия Гуляйте, отдыхайте Ну, если вы слишком устанете под вечерок, например То, конечно, можно спокойненько провести его в компании первого преднестровского уже дома А мы, как всегда, по пятницам рассказываем, что интересного будет в нашем эфире на выходных Прямо сейчас все подробности в нашем сюжете Профессор австралийского университета на зеленом рынке Уличный фотограф, эмси и рэпер Сироп Тираспольский А еще девятилетняя баскетболистка Все это лица нового выпуска программы «В путь по-новому» Повтор сегодня в 10.15 Прозаичная турецкая драма Сериал «Дочь посла» Тут есть все Запретная любовь, неожиданные повороты и захватывающий сюжет в 11.50 Яркая сока тоже будет Без 10.2 повтор матча На поле две кишиневские команды Лаи Пураши и Виктория Это четвертый тур Амалиги Почему самый разыскиваемый ФБР преступник вдруг решается сдаться полиции? Ответ В детективном триллере «Черный список» Теперь Реймонд Радингтон сотрудничает с бюро И помогает с арестом опаснейших криминальных умов Новая серия в 16.50 Актуальная повестка новостей в нашем эфире Здесь все о жизни в Приднестровье и за его пределами Как всегда в 20.30 А после с гостями в студии обсудим главный вопрос дня Тут не стесняются неудобных вопросов и говорят всегда по факту Оставить маленьких зрителей без порции мультфильмов мы не в силах Субботнее утро специально для них Смешарики, пин-код, новые серии ровно 8 В день рождения столицы марафон фильмов Начнем с 9 утра Непобедимый Суворов Здесь подробная история и путь великого полководца Первая троллейбусная линия Реконструкция драмтеатра Строительство Молдавской Гресс и Дворца Республики А еще всесоюзный успех Тираспольской швейной фабрики Адема Все это благодаря Валентине Соловьевой Ее правила жизни в документальном фильме Смотрим в полдень и 3 часа дня Все тонкости и нюансы пошива знаменитых шляпок и рубашек можно узнать в 15.15 О производстве на фабрике 40 лет в ЛКСМ Так раньше называлась Адема В фильме плюс качество Неординарная личность императрицы Она не была русской от рождения, но стала ей Во время ее правления Россия становится великой державой Романовы, Екатерина II Исторический проект в эфире первого Один из лучших голкиперов в истории футбола Приднестровья В гостях специального разговора Восемь вечера вместе с Сергеем Пащенко говорим о новом тренере шерифа А еще спросим у тираспольского футболиста о столице Ко дню города самое то Кицканский монастырь Легенды, тайны, чудеса и паранормальные явления Сезон разгадок в стране легенд не заканчивается Новый формат и истории сразу после специального разговора О здоровье каждое воскресенье Вместе с Натальей Донцу рассказываем о самом важном В новом выпуске «Здравствуйте» познакомимся с молодыми специалистами в медицине Традиционно в 10.00 Гадкий снаружи, но добрый внутри Закрепить за собой статус главного архизлодея Украсть луну и воспитать трех девочек Все это вообще несовместимо Как Грю справиться со своими обязанностями? Увидим в воскресенье Совершить путешествие во времени для расследования большого взрыва И влюбиться в женщину, которую должны убить Агент Даг Карлин оказывается в сложной ситуации Фантастический боевик «Дежавю» 13.45 Барби против Оппенгеймера Что думает церковь о современном кинематографе? Что есть христианского в этих фильмах И в какой момент они учат человечности? В программе «На порядок выше» вместе со священником Говорим о сложном на простом языке Пять вечера Аналитика Важные события и яркие репортажи Каждую неделю в 20.00 подводим итоги Достоверно, интересно и актуально Оставайтесь первым Гороскоп не заставляет нас ждать Нам звезды сказали, что нужно вам всем сделать Мы просто вас оповестим Проводники, знаешь, такие Поехали Настало время, да Я почему-то подумал, что сначала появляется картинка И тут уже все будет написано Нет, здесь все написано Картинка появится, а написано все в сценарии Итак, поехали Овен, предстоит много работы Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности Проясняться дополнительные обстоятельства И они могут оказаться неожиданными Ну, последний такой рывок в пятницу нужно сделать Чтобы уже свободно и по-честному отдохнуть в эти выходные дни Да, ну и пусть, знаете, неожиданно приятными окажутся эти обстоятельства, которые узнают Овны Дальше В ближайшее время тельцам представится шанс заработать А при этом полученная сумма будет зависеть только от вашей активности Так что отбросите лень в сторону Ну... В общем, пятница... Рад заработать, знаешь Всегда Рад стараться Да Близнецы Уделите время домашним делам, которых накопилось очень много Вскоре ожидаете хороших известий На работе у вас появится шанс добиться хороших результатов Дерзайте В общем, работа пятницу не покидает, пока нет одного знака зодиака Ну, это потому что, знаешь, потом супер такие выходные, где много отдыхать Но, видимо, нужно закрыть все рабочие вопросы, да Чтобы отдыхать себе со спокойной душой Звезды обещают раку солнечный день, если они сами не нагонят тучи на чистое небо Возможно, ошибки в финансовых подсчетах и оформлении бумаг Поэтому будьте внимательны Главное, никаких туч не нагоняйте ни на себя, ни на всех остальных Нам этого не нужно Ручками, ручками их Львы Звезды говорят, что сегодня тревога отступит и в душе воцарится покой Поберегите себя и примите ряд профилактических мер против простудных заболеваний Время освежить себя и свой дом Ну, осень, да, все-таки есть такое дело Но надо тоже отгонять как тучи от себя, так и всякие там вирусные простуды Дальше, Дева Этот день готовит для вас много неожиданностей Он обещает быть активным и принесет море позитивных эмоций А вот это уже нормальный пятничный гороскопчик Заведую Девам Весы Сегодня у вас будет удачный день, но это не значит, что вам стоит расслабляться В последнее время вы часто раздражаетесь по пустякам Но сейчас наступает один из чистых дней Отмечены гармонии и равновесия В общем... Ловите дзен, знаешь Скорпион В ближайшее время стоит заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми из вашего окружения Но не спешите свой приговор приводить в исполнение Какой суровый, знаешь, гороскоп Для этого время еще не настало, вы можете не учесть всех нюансов Стрелец Близкие люди, любимые и родственники станут хорошей поддержкой в этот день Вы сможете больше времени проводить дома с детьми Ну, хороший гороскоп Оптимизм будет для Козерога путеводной звездой А в его преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет его душу и вселит надежду на счастье Какой милый гороскоп Приходите в мой дом Водолей Благоприятным будет сегодняшний день для людей творческих Вот у меня вопрос, кто из водолеев не творческий человек-то, собственно говоря? Ну, я знаю творческих, да Как-то ты груз сказал, я знаю творческих Вам удастся реализовать свои планы, которые могут в корне изменить вашу жизнь Ничего себе, Владик Меняем всю жизнь, все на зеро Да, звезды обещают рыбам чудесный день, когда все планы будут реализовываться успешно И быстро вы можете добиться таких признаний, что сами этому не поверите Прекрасная пятница, знаете ли Ну, а мы всем желаем, на самом деле, приятной пятницы Еще раз не устанем повторять У нас сегодня сплошь день такой приятных анонсов Потому что впереди праздничные выходные Много самых разных событий Ну, а мы вернемся в очередной раз ко Дню столицы, который уже завтра И посмотрим, какой перформанс готовят для Тирасполя Ребята повторяют движения Он не может стоять на месте То танцует с группой, то брови хмурит Синхрон, конечно, не четкий вообще Сейчас его снять это... Пять лет Петр Гетмачук руководит театром студии «Алые паруса» Сейчас ответственная миссия – выступить на столичном празднике Репетируют танцевальный номер Открывают рок-фэшн-фестиваль Мы придумали крутой пролог Роковый, зажигательный Мы подобрали стилиста, который нам собирает образы Такие, как есть в фильме Круэлла Просто такие сумасшедшие, невероятные образы Для того, чтобы зажечь сначала просто толпу Кожа, фатин и пайетки Над внешним видом трудится стилист Весь вечер не выпускает из рук булавки К Валентине выстроилась очередь Мечта любого дизайнера Ей надо создать не один образ А сразу одиннадцать Говорит, главное – передать настроение Чтобы они были яркие, креативные Бивались в глаза всем Тематика нарядов будет рок-группа Собираем с разных нарядов Не только кожаный, но и фатин Фатин считается тоже как рок Играет с тканями и цветами Из фатина собирает синие цветы Белые банты и красные юбки К классической рубашке прикалывает черный рукав Креативность – залог яркого образа Зрители ожидают настоящее шоу Будут танцы, показ мод и много музыки Нас сразу сменяют модели Тираспольские модели Студии Sunshine Модели Анны Гейн После этого все переходит в световое шоу После начинается рок-концерт Три рок-группы, тоже местные города Тирасполь Очень надеюсь, что всем понравится Что люди зажгут, люди потанцуют Люди действительно отпразднуют день города Рок-фэшн-шоу уже завтра В центре Тирасполь у Фонтана Начало в 20.00 Если вдруг у вас нет времени Чтобы зайти в Инстаграм Либо в разные социальные сети Чтобы найти что-то интересное И отправить своим друзьям Не беспокойтесь, для этого есть Ирина Жекова С рубрикой «Это интересно» Которая подобрала все самое лучшее Давайте посмотрим Доброе утро Доброе утро, ребят Да, хочу начать с новости Которая последние пару дней Просто разрывает интернет Все друг другу пересылают В Лас-Фегасе открылась сценическая площадка В виде большой-большой сферы Кто-то первый раз она засияла 4 октября Это внешняя часть Я нашла даже видео, когда все это начиналось строиться Это уже было масштабно Я думаю, у всех были вопросы Сначала загорелась для всех Вот эта внешняя часть Ну и после уже, конечно, сделали все внутри Для многих это стало действительно большим открытием Потому что площадка На секундочку Здесь самый большой в мире LED-экран Около 15 тысяч квадратных метров Который озвучивается С помощью 167 динамиков Тысяч динамиков То есть, помимо этого Там 20 тысяч посадочных мест Возле каждого посадочного места Есть еще спецэффекты, скажем так Если дует ветер, то на зрителе дует ветер Если есть определенный запах леса 7D эффект Да Первые там выступили U2 Это был большой успех Ну и сейчас сцена готовится к Хайлоуину Посмотрим, что она приготовит Да, ну ты сказала, что несколько дней Мне кажется, уже несколько недель И концерт U2 Это было открытие, собственно, этой сферы Я видела видео именно с концерта Вот то, что меня просто покорило, конечно Получается, они там какое-то, не знаю Небо выводят на экран И такое ощущение, что ты стоишь на обрыве А вокруг тебя просто безграничное небо Ну вот примерно такое же И звук, естественно, потрясающий То есть, это лучшая Наверное, сейчас сценическая площадка мира Без преувеличения Потратили на ее строительство Больше двух миллиардов долларов Ну то есть, это что-то невообразимое Ну как же, не знаю, в космос полететь Построить такую сценическую площадку У нас тоже скоро такое будет Ничего страшного Вот такая вот площадка Просто когда все это строилось Все думали, что это очередной какой-то планетарий И что это будет не особо интересно Но когда открылось, естественно Как всегда, поражают масштабы Американцы из всего делают шоу Это, в принципе, по жизни у них Так это касается, мне кажется, всего Но они умеют Вот что касается лучших шоу мира Это делает, безусловно, Америка И вот эта сфера Это, конечно, какой-то, правда, космос Технологии будущего Ну очень здорово, я думаю, попасть туда на концерт Да вообще, фильмы там интересно, наверное, смотреть Вот, допустим, какие-то с Гошей Куценко Приехать и смотреть Тоже было бы захватывающе Есть почему нет? Есть один нюанс, который отмечают все Как раз после концерта ЮТУ О том, что все-таки для того, чтобы делать Большие концерты Сценическая площадка, именно сама сцена Она очень маленькая На фоне, да? Да, на фоне всего Потому что самих артистов не так часто выводили на экран А хотелось увидеть именно их эмоции Но все равно Вот даже минусы нашли Да, даже минусы Такое мировое какое-то событие Ну как событие Да, просто это правда Я думаю, что сейчас это лучшая в мире Конечно, сценическая площадка Я думаю, все артисты будут стремиться здесь точно выступить По звуку, по картинке, по всему Дальше Переходим к следующим новостям Тоже очень шумная новость О том, что Артемий Лебедев теперь графический дизайнер Социальной сети ВКонтакте Естественно, всем и многим известно о том, что Артемий Лебедев прекрасный дизайнер Кто бы что ни говорил Он очень такой многогранный, не всегда однозначный Но при этом 28 лет Да, 28 лет его собственной студии Которая называется студия Артемия Лебедева Которая создает и для Одессы логотип И для Перми логотип И для Альфа-банка И много других работ Для метро Для метро, да, Московского метро Это, мне кажется, самая неоднозначная его работа Да, очень много вопросов Метро М просто написано, нарисовано Ну гениально Все гениальное просто Все гениальное должно быть просто Поэтому будем ждать, что интересного будет социальной сетью ВКонтакте Тут, конечно, нужно отметить, что для нас, да, тоже интересно Что Артемий Лебедев был в Приднестровье Он здесь тоже работал, творил И тоже, ну, это был такой период, когда, естественно, тоже все это обсуждали Было очень интересно посмотреть на его взгляд Поэтому тоже для нас такая новость с галочкой, знаешь Интересно узнать и наблюдать Кстати, мы были 190-я страна, которую он посетил Чуть-чуть не дотянули до юбилея, до 200-й Я не знаю, есть люди, которые реально считают Знаешь, он сидел там 188-180 Конечно Вот 190, я был в Приднестровье Это, знаешь, как есть хобби Кто-то собирает марки, а кто-то страны И вот он помещает себе Он правда к этому очень щитительно относится 190 стран посетил Он до своего юбилея хочет посетить 200 стран Чтобы вот конкретно свой юбилей Ну там сейчас мелочи остались у него, в принципе Совсем чуть-чуть Совсем чуть-чуть И что он только три страны за несколько лет посетил Но потом, если 190 он посетил, то все, что здесь поблизи его А то сейчас вот эти семь стран Это куда нужно ехать, чтобы туда отправиться А 190-е это тоже не рядышком, знаешь, Левладь Это тоже как-то нужно сильно далеко На оленях, знаешь, на поездах, на самолетах Вот, ну да ладно, хорошо Удачи Артемию Лебедеву Посмотрим, что он там сделает с ВК Ну и я никогда не обхожусь без того, чтобы отметить, что Сегодня у кого-то знаменитый день рождения Сегодня день рождения у Савелия Краморова Мне кажется, стоит только показать один фрагмент из «Джентльмена удачи», Который, собственно, именно этот фильм принес ему Я не могу спокойно смотреть на эту картину Но именно эта картина «Джентльмена удачи» принесла ему всенародную славу Он, как отчасти Фейна Раневская, доказал, что не самое важное играть главные роли в фильме Но при этом быть народным любимцем Но, кстати, народным артистом он так и не стал Он всю жизнь свою актерскую мечтал Он даже ради этого уехал в США, чтобы там его признали, там найти свои главные роли Но тоже там он был комичным актером Хоть и вошел в состав, в коллегию актеров США Но так признанным и не был Ну, я не думаю, мне кажется, что если говорить про Советский Союз То он все-таки был признан, в первую очередь, зрителями И, конечно, он был героем эпизодов, любимец абсолютно всех Ну, насколько я знаю, читала, интересовалась Он, конечно, хотел другого амплау, он хотел быть драматическим актером Он понимал, что в Советском Союзе его вот уже признают вот только в комическом таком варианте И он думал, что все-таки, наверное, здесь у него не сложится там драматическая карьера Он отправился в Америку, там он снимался Но тоже в целом, да Эта мечта не осуществилась, к сожалению Но он фантастический, прекрасный, невероятно обаятельный артист И мы благодарны за это, конечно Он несет такую... Вот эта сцена из «Большой перемены», где... Это уже американская Да, это уже американская, это четвертая или пятая часть полицейской академии Это тоже американский фильм, где он играет русского водителя такси Собственно, это тоже большая перемена, где он доказывал, что он может учиться на аспирантуре Независимо от того, что он не закончил еще школу Ну, собственно, я видела его первые фотографии, которые он отправил Когда только решил стать на путь актера Там даже по фотографиям было понятно Многим режиссерам он с ними спорил, всегда говорил, что нет, я буду драматическим актером Там даже в молодости было понятно, что он... Комедийный Да, комедийный актер, и это принесло ему всю народную славу Я не знаю, я не представляю И любовь, самая главная любовь Его действительно обожали, и он был какой-то, ну, совершенно такой баятельный, невероятный Да, ему когда говорили, он говорит, я не могу получить народного Говорит, слушай, ты единственный, кто едет на «Фольксвагене Жук» здесь у нас, по столицам, по улицам столицы Я удивлена, я, честно говоря, думала, что у него... Ну, честно, я не думаю, что вот масштабы таких артистов, они меряются званиями Вот, честно, там народный, заслуженный У нас, может, для кого-то это важно, но все-таки он, наверное, понимал... Да, мне кажется, здесь все-таки о другом Ну, как и для него, и для Фаины Раневской это было важно Вот это те актеры... Единственное, мне кажется, из тех, кого я знаю, это Никулин, который никак не претендовал на звание драматического актера Он говорит, я приношу людям счастье Он всегда говорил так И это прекрасно, мы благодарим этих артистов за те минуты, действительно, искреннего смеха и счастья, которые они дарили на протяжении вот всей своей актерской жизни Это прекрасно, это с нами абсолютно навсегда, мне кажется, вообще русскоязычные люди, они рождаются просто с какими-то генами Ты как будто бы уже в крови, да, ты видишь эти кадры Никулина, Краморова, я не знаю, Витцина, да, это все прям наше родное Тем, кому хочется сказать, верю Верю абсолютно, да Предлагаю немножко продолжить посмеяться Я сделала небольшую подборочку того, как объявлений на прием на работу, скажем так Зовем на работу, и так То есть необычные такие, да? Да, необычные Зовем на работу риэлтора-астролога То есть он по датам и по Меркурию будет подыскивать вам квартиру Следующее Нужен Антон, стабильная зарплата не обеспечена Не обеспечена, это не обеспечена деньгами? Она обеспечена, но не стабильна, понимаешь? И не для Антона, видимо, именно для него Именно для него Работу предлагаем только львам, тельцам и водолеям Европейская оплата Мы с тобой, Владик, если что, устроимся Понимаешь? Скиньте, пожалуйста, нам Я обидеть Пока не надо, у нас все здесь хорошо Спасибо Да, но если вдруг что, тельцы и водолеи там есть, что приятно А теперь это, кстати, нашла на российском сайте, эту новость, но подойдет и нам В офис на Гвардейской требуется философ Владик задумался сразу Потому что я думаю о вечном, я уже философ, я, в принципе, могу тоже подойти для этой работы Ну и последнее, кое-куда требуется человек, телефон не обязателен Это охранники Мне, честно говоря, что это, наверное, такая подборка посмеяться, я не думаю, что это реальные объявления Нет, это реальные объявления, которые реально висят, приклеены там скотчем и чем угодно Есть номера телефонов А ты всем веришь приклеенным объявлением скотчем? На столбах Да, я хожу Это правда Я хожу и всем звоню и спрашиваю, вам правда нужен человек без телефона? Я Антон Без телефона, и они говорят, вы не принято, вы откуда нам звоните? До свидания Ну, собственно, на такой позитивной ноте я решила сегодня закончить Спасибо тебе большое, тоже поулыбались, посмеялись И всем желаем хорошего дня, а пока слушаем хорошую музыку На легке я пройду этот город Помню те, кому я так дорог Помню те места, что дороги мне Я люблю этот город на реке Сколько мне говорили прощаться В этом городе тесно тебе Урешал лишь, чтоб возвращаться Меня обманет этот город на реке Я знаю, все твои улицы лица Все твои, они со мной навсегда Да, все твои улицы лица Моя столица границы Не для тебя В этом городе, чтобы пробиться Надо быть свободнее птицы И лететь, но не забирая Ветер поможет тебе Ветер нашего края И играем, меняем погоду Сознаем в нем новую моду Не даем быть привычному ходу Но помним, что из народа мы Мы из народа Я знаю, все твои улицы лица Все твои, они со мной навсегда Все твои улицы лица Моя столица границы Не для тебя Мы с тобою с самого детства Да, и с детства с тобою на ты Так воспитали улицы твои Чтобы ты жил, имена оставляли На мраморе наши отцы Город, что тихий, спит ночами Под светом звезд Столько всего за твоими плечами Но знаю, что солнцем зальешь Солнцем зальешь Солнцем зальешь Солнце Я знаю Я знаю Все твои улицы лица Все твои, они со мной навсегда Все твои улицы лица Моя столица границы Не для тебя А мы хотим напомнить, что вчера в эфире Первого Приднестровского был новый выпуск программы «В путь по-новому». Естественно, он был с привязкой к наступающему дню столицы. Поэтому Настя и Артем активно гуляли по Террасполю С разными героями. У каждого из них Свой взгляд, свое восприятие Террасполя И они этим с удовольствием делились Ну и в целом это такое, знаете Своеобразное признание в любви родному городу Да, в начальной заставке этого выпуска Песня Артема Мазура «Лонжерона. Город». Кстати, она стоит у меня на звонке тоже Я ее постоянно слушаю, поэтому очень рад, когда мне звонят Несмотря на то, что Влад Бендерчанин У него на звонке стоит песня про Террасполь Но действительно, это авторская песня группы «Лонжерон» Город — это как раз про Террасполь Там все слова с привязкой к Днестру И, в принципе, к жизни в Террасполе В общем, все это так, это с большой любовью Про родной город для Артема там в том числе И в целом, конечно, для всех, кто живет в столице Мы эту песню, естественно, сегодня уже слушали, потому что, ну, она одна из наших тоже любимых Так уж повелось, мы все редакции очень любим, ну, уверен, наши телезрители тоже ее полюбили Ну, просто потрясающее исполнение, хорошая музыка, все замечательно Ну, она такая, знаете, бодренькая, как раз для утра И клип, кстати, на эту песню появился только в прошлом году Хотя сама песня, ну, уже не один год ей, прям скажем Но клипчик появился вот только в прошлом году в честь тоже годовщины, дня рождения Террасполя На 230 лет вот такой был своеобразный подарок от музыкантов Ну, а сейчас эта песня, точнее, ну, такой припевчик, фрагмент мелодии Попал в основную заставку и стал такой заглавной песней проекта «В путь по-новому» Там еще были музыкальные люди Музыкальные гости, да Музыкальные гости, да Один из них, Сироп Терраспольский, это тот человек, который начинал музыкальное движение в городе Мне кажется, там и по брейк-дансу Вообще, все, что связано с уличной культурой Вот этот человек, Сироп Терраспольский, даже у него в названии значится, да, «Любовь к городу» Он, правда, стоял у истоков уличных культур здесь у нас в Приднестровье в целом Он, насколько я знаю, Артем мне об этом тоже рассказывал Он первый привозил сюда и устраивал здесь MC-баттлы Это сейчас такая распространенная история В начале 2000-х здесь у нас ничего подобного не было И вот он был первым в этом отношении, кто зарождал вот эту культуру, развивал ее активно Это было очень-очень давно И когда-то Артем Мазур встречался уже с Сиропом Тогда Сироп исполнял песни, а Артем снимал, да На самом-то деле телевизионную карьеру был такой проект на ТВП Мэйер Еще он назывался «Энергия Дженерейшн» Тоже Сироп был, но это практически 20 лет назад, но может быть чуть-чуть меньше Он был тоже героем программы Сейчас это «В путь по-новому», а тогда героем программы «Энергия Дженерейшн» Мы сейчас даже покажем несколько кадров Вы посмотрите на Артема тех лет, когда он вел эту программу Он, конечно, выглядит совершенно иначе Ну вот давайте пару фрагментов буквально глянем Здравствуйте, уважаемые телезрители Сегодня пятница, меня зовут Артемий Мы находимся возле экспо-центра, где проходит благотворительный концерт Пойдем со мной Мои года, мое богатство Правда? Да, это все про Артема Артему годы к лицу, честное слово Вот так вот все поменялось Но сейчас один фрагмент Потому что на самом деле с «Сиропом» было очень большое интервью Что-то вошло в программу «В путь по-новому», но были еще фрагменты, которые не вошли в программу И вот мы решили их показать сегодня в нашем эфире Вы посмотрите уже и на «Сиропа» спустя практически 20 лет Ну и на Артема Мазура, как он выглядит Сейчас они гуляли возле клуба «Орфей» Там сейчас большая стройка Ну и, собственно, «Сироп» говорил, что «Орфей» это тоже было такое знаковое место Там где они все начинали Да, абсолютно И для балки, и в целом для такой уличной культуры Приднестровья Ну вот сейчас там все меняется А они вспоминали, как же там было все когда-то лет 20 назад Давайте посмотрим Это молодежный клуб «Орфей» в котором происходило очень много значимых мероприятий для молодежи В частности, для балковской молодежи и для суклейской В этом клубе, в общем, мы испытали на себе и наши публики наши первые начинания в рэп-музыке То есть мы исполняли ее здесь не часто Но вот в этом клубе происходила основная часть этих мероприятий Сейчас клуб выглядит, извини, что тебя перебил Но сейчас клуб выглядит совершенно иначе Ну, это как дыхание жизни, да, происходит стройка, реновации, обновления Вопрос, не после ваших ли фестивалей пришлось сделать ремонт? В том числе и после наших, и после брейк-данса, и после рок-концертов Ну, концертов этот клуб испытал на себе очень много, да Но он выжил, он выжил и восстал, словно феникс из пепла Как красиво! После таких слов перелетаем вовнутрь Ведь там тоже ремонт, но поговорим Вот мы с тобой и внутри того самого места, с которого и стартовала вся Так можно прямо заявить рэп-культура нашего края Да, именно в этом месте началось развитие хип-хопа и рэпа То есть здесь мы провели первый баттл МС Который прошел просто с грандиозным шумом То есть мы получили первый опыт, да Ну, я до этого имел опыт в Кишиневе, да То есть там я участвовал в баттлах И там были мои первые выступления И я очень хотел привести вот эту вот культуру выступлений, культуру битв сюда, да Чтобы здесь это могло развиваться уже в своей области Как на то время в Теракполе выглядела эта битва МС? Формат битв был похож на смесь фестиваля и соревнований То есть первый тур, это когда ты просто читаешь свою песню, да, на сцене И тебя выбирают, ну вот, согласно вот этой градации Вот там четыре лучших песни, да, допустим Выбирает застеп публика, либо были какие-то заявления Были судьи, да, были члены жюри Они выбирали вот из там 15 команд То есть у нас тогда участвовала, ну, практически вся Молдова То есть к нам очень много, к нам приехал там один чернокожий исполнитель Другой там такой огромный бородатый чувак такой с цепями Ну, то есть это было 2004 год И тогда тут глаза были вот такие вот Да, у всех, наверное Во-первых, и у них тоже Да, да, да Они друг на друга просто вот так вот смотрели Вот, и тогда вот выбрали четырех исполнителей И они уже проходили как полуфинал и финал То есть тут уже шла борьба за первое место, да И вот в первом месте тогда победил я вот В этой первой битве, ну, так получилось, походу Это из воспоминаний вот этих первых, которые прошли вот от этой первой битвы А, еще это, в чем еще был прикол этой битвы? Это был мой день рождения Я хочу верить в то, что члены жюри не знали, что у тебя был день рождения Ты ошибаешься, Артем, они знали и они были приглашены на мой день рождения А-а-а Но это не сыграло, я думаю Вот, что я хочу знать, да Надеюсь, это не сыграло Ну, возможно А пускай даже, если сыграло Хороший подарок Кто его знает Да, вот это такая ненадо знает Ну, тогда я тебя поздравлю с днем города, который, возможно, и помог тебе стать тем, кем ты на данный день Практически все рассказали, что мы знаем, что будет на этих выходных Поэтому вы вооружены Вперед только двигайтесь Нам осталось только рассказать вам прогноз погоды Ну, немножко мы о нем уже говорили Упоминали, что распогодилось Даже погода способствует большим праздникам Так, чтобы было комфортно и приятно гулять и отдыхать на свежем воздухе Ну, посмотрите Но это сегодня, правда, это подождите еще Да, температура сегодня днем плюс 18-20 градусов Это севереспублики Да, северники в Каменке, в Рыбнице Но в центре на самом деле так же получается Да, да, и в Дубосарах, Григориополе ночью плюс 9, плюс 11 Это то время, когда ты утром встаешь, ты должен быть в куртке Вечером ты, ой, в обед ты снимаешь всю куртку Остаешь только в майке, потому что уже жарко Вечером опять все надеваешь на себя Переезжаем на юг Здесь у нас все, все так же Ночью плюс 9, плюс 11 Днем 18-20 градусов Главное, на мой взгляд, что будет солнышко И в субботу, воскресенье будет еще теплее на несколько градусов То есть такая комфортная, действительно приятная температура Поэтому не сидите дома Отдыхайте, тем более Ну столько мероприятий на этих выходных Настолько они насыщенные Так здорово и интересно можно проводить В ближайшие дни, что просто невозможно сидеть дома Ну разве что в компании Первого Приднестровского Знаешь, можно немножко посидеть Маленькое исключение Да, но вообще, да На самом деле мероприятий на вкус и цвет Очень много Поэтому пользуйтесь, ездите Получайте удовольствие И, конечно, наполняйте сил Для следующей будущей недели Да, наполняйтесь эмоциями Как делали это сегодня в этой студии Владислав Гресь Мария Пантазия Вся наша, естественно, команда Работала для вашего утра Ну что, хорошей пятницы Хороших выходных Увидимся уже на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok